Я уже, наверное, лет восемь, как купила, в ней души не чаю. Самая удачная из всех. Это для тех, кто в спартанских условиях походит. Видите, готовил прямо на поленке. Выпускай. Ух ты, ешкин. Вот это окунь, тащи, тащи. Вот машина. Первая лунка и первый налим. Для чего налим ему хвост? Наглядный пример. Сегодня мы отправляемся в очередную рыбалочку. На дворе март месяц. Подготовила лакушин, снегоход и наш снежик. Возвращается Анечка. С леса проверяла тропу. Как работает, будем выдвигаться потихонечку. Март, на улице тепло. Ноль градусов. Анют, у тебя как, боевое настроение? Да. На рыбалку едем? Да, едем. Чтобы споймать вот такую рыбу с такими глазами, с вот такими зубами. Точно. Может, в этот раз нам повезет. Поехали с нами. Сейчас разожгем печечку, чтобы у нас согрелась палатка немножко. Ну и пойдем выставлять жерлиц. На рыбалку приехали. Весна, март, месяц. Завтра у меня день рождения. Как раз на свой день рождения приехали на рыбалку. Как хорошо. Ох, как трещат. Хорошо. Так, расположились. Все подготовили. Выложили продукты. Опять кучу сумок привезли. Спальники. В общем, удобно. Ну, поели. Покушали? Да. Все. Надо было показать, как мы кушаем на природе. Все там. Что там? Территорию охраняет. Обгаркивает. Ричек территорию охраняет. Дым, да, западный. Смотри, дым. Ух, как он столбом идет. Ух, гудит. Сегодня у нас день такой. Доехали, расположились. Поставили палатку, печку, затопили. Дров наколол. Жерлицы выставили. Устали. Вообще просто. Такое какое-то кислое настроение. Живцов выставил. Они там с аэратором работают. Еще ни одной поклевки нету. У мужиков есть, у нас нету. Ну, в общем, поэтому мы кушаем мандарины, апельсины и всякие вкусняшки, пьем чайки. В общем, ждем, когда начнется весенний клев. Хорошо, села, поехал. А мне пешком идти. Ну, друзья, приехали мы с Анечкой отдыхать на рыбалочку. Выставились. Поспали, поели, отдохнули. Потом опять поспали. Ну, сейчас идет у нас проверка наличия живца. Смотрю, ничего себе. Размотано-то так-то полностью. Сейчас перчатки одену, то не кайф долезть. Вон, руками. То ли есть, то ли нету. Ну, размотка так-то такая. Мох и окунь. Никого нету. А мог бы и порадовать. Первая жерлица, первый флажок. Вот она. Счастья рыбанская. Мотает, мотает, мотает. Мотает, мотает. Мотает, мотает. Я, пожалуйста, пожалуйста. Вообще, прям на глазах, на глазах. Прям. Вижу, вижу. Я, 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 я. Давай, давай, подсекай его. Где мой маникюр? Вообще, вообще. Тяжело. Это монстр. Это монстр. Хоть бы не ушел, не ушел. Ух ты какой. Обалдеть. Хорошенький. Вот это да. Вот это да. Ну что ж, первый налим за сутки. Слушай, он так грызет, знаешь, что льдинок. А вас слышно, как льдинки. Он, смотри, хорошо тоже заглотит. Обалдеть. Слышишь, как льдинки, он перминает. Ага. Не слышно, да, наверное. Ай. Ну что ж, вот наш первый трофей. Ура. Два с половиной килограмма. Налим есть. Мы его взяли. Анют, по-моему, у тебя еще один жерлица сработала. Короче, целая ночь. Никого, ничего. Говорят, что весной клев бывает. Но не знаю, но не знаю. Давайте проверять. Нет, клева нету. Нету? Ты же сказал, что сидит. А, все, сидит точно. Сидит. В смысле? Клева нету, клев есть. В смысле? Это, кстати, щука. Это, кстати, щука по поклевке. Это щука. Нет, налимчик. Налима-фик. Булька, булька. Налимка-булька. Говорят, не сидит. Нет, не сидит. А я уже камеру доставил. Долгожданная размозка на целый день. Непонятно. То ли не выдуло. Давайте будем смотреть. Очень хочется поймать. Прям второй день. Ни одной рыбы. Опа. О, ветер. Ветер дул. Ветер. Значит, не выдуло. Мельница. Ой-ой-ой, что творится? Водяная мельница. Вот это да, красота. Так бы сидел бы и смотрел бы. Давай уже. Опа. Ну что? Ух ты. Ух ты. Идет-то хорошо. Ветер. Ветер, да. Ветер хорош. Щука. О, тетякой. О, тетякой. Красотулик. Щука маленькая. Красотулик. Щука взялась едва-едва. Ай, красотеточка. Я, конечно, таких отпускаю. Но рыбы нету. Но когда я один, а когда с Анечкой... Нет, рыбы сейчас нет. Это первая щука, ты что? Да. Такая... Прича, где рыба? О, первую рыбку папа поймал. Где рыба? Где рыба, смотри. Вау, какая рыба. Привет, рыба. Вальдемар на всех парах несется к лошку долгожданному. Ура! Рыбу должен поймать, а не мальков, журцов. Я тут вижу полную размотку. Нет, я просто вижу полную размотку. А что? Да, рыбка полная. А что поймалась, мы сейчас узнаем. Ух ты, тяжеленькая. Я уже видела твое тяжеленькое, да. Тяжеленькое такое. Идет легко. Пик, 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 пик. Волонка, волонка. Налимчик с хвостом. Налимчик с хвостом. Понял, он сначала хвост запустил первый. Так вы же знаете, что хвост способ побега из Шаушенка. У Налима. Ну что ты, дорогой? Печенка пришла? Печенка. Где тут печенка? Покажи печенку крупным фланом. Нормально. Я думаю, что да. Располная размотка. Вообще чуть-чуть. Так, друзья, приехали мы на другое наше озеро. Порбачить решили. Пока отдыхали, пять секунд туда-сюда. Смотрим, сама ловочка. Там еще за тяжеличка. Наше настроение увеличивается. Посмотрим, что мы здесь поймали. Лезть не хочет. Вообще. Лезть не хочет. Вот ты какая крокодилица. Чёрненькая. Чёрненькая. Молоденькая. Толстенькая. Ну, я бы сказал, что не супер размер, но... С почином сойдет. С почином, да. С этого озера первая. Красавица. Красавица. Ты молодец. Ты молодец. Здорово. Звал Анютку, думал, ей подарить, чтобы жерлицу вытянула. Но, говорит, Васильевич, ты нашел твоя добыча. Ну, я такой думаю, давайте. Моя так моя чушь. Чего уж тут. Вечер. Может, сегодня вечером больше никого не будет. А оно ж так идёт. Так идёт. Прям так вот. О, о, о. О, как оно дёргает. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Говорят, в магазине купил. Привёз. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, 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 так. Для чего налим ему хвост? О, наглядный пример. Опа, колётик. Наглядный пример. Получил. Вот такой вот малышок. Но этого малышка надо срочно спасти и отпустить. Если сейчас он чуть-чуть только. Если он только недалеко. Какой молодой человек. Сейчас я ему быстренько реанимирую. Он только за язычок. Чуть-чуть. Придержи ему хвост, чтобы он не ругался. Ну и этот малыш, конечно же, отправляется обратно расти. Давай, малыш, не попадайся таким рыбакам, как мы. Опа. Давай, давай, давай. Головой. Пока. Спасли. Не, ушёл, ушёл. Всё. Давай, жемца. Шёл третий день рыбалки. Со всех палаток идёт дымок. И мы пришли с Анечкой на жерлице. Всем доброе утро. Решало трудового дня. С первой жерлицы погнали. Вот так оно начинается. Что, не сильно замерзло? Не сильно, но как бы всё равно сквотило. Сейчас Анечка продолбит. Давай. Зачищай. Трудовые буты. Ну, слушай, всё-таки вон шуга-то есть. Видишь, сколько? Ага. Лёд, вон. Сантиметра полтора, да? Сантиметра полтора, да. Хотя, вроде бы, нулевая температура. Слушай, между прочим, мне кажется, кто-то есть. Да, есть. Давай, поднимай. Вообще, он, видишь, он как бы не шибко, но... Он ещё не укололся. Или спящий. Спящий. Или за ночь устал. Мы не ходили ночью, поэтому не проверяли. За ним. Опа. Нифига себе. Спящий. Хороший. Сотряси. Ничего себе спящий. Вот так вот. Давай. Вот машина. Первая лунка и первый налина. Ох ты, хороший-то такой, смотрите. Ух ты. Какая бабочка, да? А, бабочка. Ну, что бабочка? Печёнка, бабочка-печёнка. Отлично. Ура, с печёнкой! Значит, сегодня будет клёв. Погнали. Печёнка. Танечка тут зовёт, говорит, что-то... Висит. Висит. Я понимаю, что у нас, конечно, кабан тут живец. Но вот, смотри, он же не может так вот. Дёргает? С дорога, ага, вон вниз. Нет, не может. Давай, поднимайся. Тут живец крупный у нас был. Я, по-моему, этого... Пискаря. Это я... Пискарь? Отпустим. Ещё аккуратненько отцепили там. Он хорошо хоть не успел сильно проглотить. Анечка решила его накормить и отпустить. Давай, будем кормить этого. Буль, буль, буль. Ну, давай, открывай рот-то. Налим. Давай. 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 Не бойся. Ешь. Во. Всё, ешь, 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 ешь. Съел? Смотри, чтобы не подавился. Всё, давай, пускай. Выпускай. Смотри, смотри, как где-то. Крючок не раздави. Нет, ты смотри, какая-то змейка какая. Да я же не вижу его. Смотри, так он проглотил. Вон, видишь, змейка. Всё, выпускай. Давай, давай. Писк. Давай, давай, давай. Убегай. Что ты там застрял? Переел, что ли? Давай, нырять. Ему же надо ещё это самое. Всё, ушёл. Угу. Отлично. Аня, я пробил тут лунку. Давай сюда. По-моему, тут кто-то сидит. И опа. И он дёргает. И, по-моему, хочет сбежать. Слежу. Давайте, Аннушка. Флажки тугие. Вот оно так и получается. Серьёзный? Чё ж, подожди. Надо же достать. Чё-то щё-то. Прочистить. Прочистить-то надо. А я уже думала, ты всё подготовил. Да, чаем ложку такого тебе. А ты только попробовал, да? Ага, кто-то есть. Но у нас флажки хитрые. Чтобы, наверное, соседей не дрозить. Да, точно. Не соблазнять. Слушай, хвостом ползёт опять. Хвостом. Хвостом, хвостом. Мышлой? Не очень. Просто что хвостом. Ах ты какой! Красавчик. Хвостатый гугас. А это, смотри, чёрный. Тот более зелёный оттенок. Ну, уже слушай, да, активность есть. Прям такой. Весна? Да, весна. Да, есть и пылесол. С днём рождения меня. Самая удачная жерлица. Самая удачная жерлица. Нам товарищ поменял тут в своё время волшебную какую-то леску. Наверное, крючок или крючок наш был. Всё, полностью. Вот. И, в общем, как мы только не поедем, самая уловчая снасть. Не знаем, в чём дело. Но давайте посмотрим. И флажок стоит, да? Ой, так, подожди. Прочистить на радостях опять забываю. Сидит печёнка, сто процентов. Сидит, сидит. Сидит, сидит. Да, сидит. Я ещё её не упустила. Печёнка. Машу. Хвостом печёнка идёт. Хвостом, хвостом. Вот такая вот печёнка. Бешеная. Бешеная печёнка. Она уже покрупнее, чем вчера. Ну, да. Значит, скоро будет клёв хороший. Завтра будет. Ну, уже завтра дня на день. Можно уже с ночи. Отлично. Отлично. Идём дальше. Так, выехали мы с Анечкой на другое озеро, где ставил жерлицы я один и проверяю, значит, я. Анечка-оператор. Проверяем, что у нас приехали. А тут два флажочки. Может, конечно, и окунь растащил. Вот, спору нет. О, сидит, 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 сидит. Что ж такое тут сидит-то? Скажи, чёрнали. Ох ты, ёшкин! Вот это окунь, тащи, тащи, быстро. Ты видал такого? Вот это да. Вот это батя. Обалдеть. Смотрите, друзья. Раз, два, три руки. Тут три лица твоих. Да вообще. Вот это монстр. Вот это да. Я даже не знаю, сколько такой. Я такого видел один раз. Скажу вам. Ого. А глаз какой злой. Вот это да. Наполовину волокуши. Ну, это вот, смотрите. Даже вот сравнить с жёлтой, да? Он полностью покрывает. Да даже через край идёт. Я первый раз в жёке такого здорового. Не, я видел, конечно, вот, но не таких. Блин, весы у меня, конечно, в палатке. Зачем тебе весы? Так, видно, руки отваливаются. За килограмм точно. За килограмм. За полторашка тут, я думаю. Вот это окунёте. Так, подальше от лунки давай. Вот это обормот. Вот это да. Ну что, там, наверное, второй такой же сидит. Ну, ледующее счастье. Вперёд. У нас ещё один слажок. Тоже полная разноточка. Тоже полная разноточка. Так что сейчас... Ну, хвастайся. Будем надеяться, что не растащила. Как я бы такой же. Чё-то пока не чувствую. Не чувствую. Позавтракала. Наверное, растащила. И жутца. Бедоложку. Мучила, 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 мучила. Ну, ничего. Сейчас мы его подправим. Подшаманим. И обратно запустим. Тут вот переделаем. Его вон, зубами хватал. Это этот же окунь. Вот. Здесь рыба особенная водится. Поэтому на неё нужно и особенное настроение. Будем надеяться, что она у нас есть. Подождём до обеда. Так. Заряжаем. Жёсткая леска, конечно, вообще. Она хорошая, крепкая. Но жёсткая. Я не знаю даже, какой тут грузик нужен. Он её до самого дома. Пожалуйста. На таких крокодилов рассчитано, что мама не горит. У нас флажок. Бежим, бежим. Что, Рича? Решил пометить? Что? Будем проверять. Размотка полная. Полная, да? Ага. А, Рича тут пометил. Что, залейте, поеду? Или вообще никого? Походу, вообще никого. Пусто. Пусто. Обеденная размотка. Ты видишь? Обед. Обед. Тут такая. Я вам проверять. Смотрю. Во, дела какие. Флажок отдельно. Тут размотка полная. Ну что, смотрим? Рича, скажи, тут рыба есть, нету? Пил. Наверное, ничего. Сейчас подождите. Ребятки, посмотрим. Может быть, тут леска длинная? Ну, обычно 5 метров. Нету. Нету? Тоже растащила все. Вообще, вот смотри, куда что тащила. Угу. Вот и вся покаленка. Рыбалка. Дарича. Поймал у меня супруг сегодня. Вот такую щуку. Вот такое трофеище. С утра пришло. Четыре дня. Четыре дня. Ой. Рыбачим. И ничего нету. И вот такая красотка. Ой, она еще даже немножко живая. Это не я шевелю, это она еще. Вам хвостиком вот, Маша, да. Хвостиком, хвостиком. Так, ну что, друзья. Будем сразу разделывать. Время такое сейчас не зимнее. Собака тоже просит поесть. Так, наверное, я ее вначале все-таки убью. Не знаю, многие, конечно, говорят, что надо, что можно и так чистить. Но я вижу, что она еще реально живая. Поэтому пусть это будет неудобно для хозяйки, но я лучше ей сразу надрублю. Нож острый, но рубить топором, ребята. Так, сейчас я... Так, все. Перерубила. Сейчас, тут еще. Чтобы уже точно... Нет, не было больно. Все. Так, прости, рыбка. Сейчас еще мы себя покормим. У нас инструмент вот такая чистилка. Я уже, наверное, лет 8. Как купила, в ней души не чаю. Самое удачное из всех. Да, это неделю кушать котлеты. Кузика очень вкусная, жареная. Щука нагуленная. Мясо не жесткое. Поэтому, наоборот, мелкая щука, она... Ну, я не знаю. Я ее не люблю. Не поняла. Так. Даша, голову отделяю с помощью ножа... Ой, это... С помощью ножниц. Потому что и печень, и икра. Надо очень аккуратно, чтобы ничего не поразить. Погода сегодня шепчет прям. Вот сегодня настоящая уже весна началась. Так. Ну, начинаю, как обычно, вдоль позвонка. Да, речи, скажи, вот так вот оно у нас все делается. Мясо просто скользит. Нервные волокна под руками прям еще сокращаются. Конечно, ее сегодня пожарить. Мы сегодня домой не будем возвращаться. Поэтому еще... Заричи. Сейчас будем кушать рыбку. Сейчас. Тобака вон тявкает, не может дождаться. Давай ему дам филешки чуть-чуть. На. Голодающе положим, да? Ложишь чучку? Ну-то. Вкусно? Ой-ка. Конечно, вкусно. Ага. Скользит все. Ай-ай. Одну пластиночку покажу. Одним движением я не делаю по той простой причине, потому что очень много мяса остается на костях в этом случае. То есть вот такими поступательными движениями, пусть это долго, но зато это гарантия того, что вы хорошо снимете филе. Вот, все, собственно говоря, богатство. Спасибо Северу, спасибо Водиному. Спасибо всем духам. Лесным, видите, какое коричневое мясо. Исключительное просто. Ну и все. Ну и вот тут икорочка. Икра. Ну здесь пупила. Икра, понятно, деликатес. Еще деликатес. Щуки это щучья печень. Для тех, кто не знает. Вот смотрите, насколько нагулина. Несмотря, что уже фактически через полтора месяца начнется икромет. Посмотрите, сколько жира на кишках. Ну все, делаем дальше. Так, отделяем печеночку от кишок. И обязательно, сейчас, секундочку, и обязательно не поранить желчный мешок. Так, сейчас, секундочку, заодно и кишки отторву. Это же уже полностью. Вот здесь желчь. Сегодняшние наши коньки. Вот это вот. Давай этого взвесим. Хоть посмотрим, насколько мы поймали. Сейчас, секунду, принесу. Так, что, подожди. Сейчас мы обнулим. Наш звездный трофей. Вальдемар сегодня споймал. Озвучите. 970 грамм. Я думала, тут килограмма два. Да-да, они все врут. Они все врут. Это нечестно. Они все врут. Это же сколько еще нужно больше и больше, чтобы полтора килограммовый. Они все врут. Вот так. Первая часть у нас готова. Я вот здесь вот немножко себе для помощи отделила часть. И начинаем таким же образом снимать второй класс. Собака не может дождаться. Вся изгавкалась, потому что очень вкусно. Очень вкусно. Ждет филе. Что вокруг нас глухари. Еще пока есть. Пока есть, да. Вот видите, я благодаря поступательным мелким движениям, я фактически полностью, вот, ну, нету мяса на костях. То есть я его полностью отделила. Пусть это хлопотно, но я думаю, что того стоит. Косточки чистые. Ну, все, теперь отрезаем хвостик. И второй пласт филе у нас готов. Сегодня, друзья, мы будем готовить с вами икру, чтобы завтра покушать. Икру будем готовить в походных условиях, потому что мы находимся на рыбалке. Нам захотелось икорочки. Вот сегодня я поймал трофея. Вот, такого, 5-килограммовую щучку. А то даже побольше. Значит, мы с ней вытащили икру. Наша задача сейчас быстренько, пока она свеженькая, освободить икру от мешочков. Я это буду делать все руками, потому что руки чистые. Все это и ложечкой вот так вот подчищать ее. И уже завтра, а практически даже, может быть, даже сегодня вечером. Так, чистим икорочку. Очищаем ее от плевочки. Ложечка так, как она практически вся слезает сама. Главное, аккуратненько, аккуратненько. Вот так вот, с большего. Рыбка свеженькая. Икра, конечно, еще молодая. Но, будем надеяться. Вчерашнюю, которую я приготовил, она уже вкусная. Уже ее кушаем. А эту я решил вам показать. Ждал, пока мы поймаем хорошую трофеечку. И трофеечку я сегодня взял. Все. Теперь мы это все дело сейчас солим. И ставим до холода, в холод до завтрашнего дня. Завтра в обед мы ее будем уже кушать. Так. Теперь все это пересаливаем. Ой, перемешиваем. Все, икра готова. Ждем небольшое время. И, как говорится, приятного аппетита. Это для тех, кто в спартанских условиях в походе. Видите, готовим прямо на поленке. Вот, мисочки. То есть, все на коленках. Получилась вот такая корочка. Красивая. Орел сидит. Хвостый, да, по-моему? Да. Такой здоровый. Жерлица приехала. Опа, опа. Взлетел, полетел, 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 полетел. Пришел я сюда посмотреть, где моя жерлица. Жерлица нету. Сейчас чудом достал. Она вся мокрая. Оказывается, прилетел тут орел. Тут я живца выкинул. Вон у вас следы. Он рыбку съел. И, наверное, хотел жерлицу вытащить. Полакомиться. И уронил прямо туда. Чудом она не ушла полностью. Вот да, чудеса. В походных условиях готовим, жарим рыбку. Поставили сковородку, налили маслице. Там поставили котелок со снегом растопить под чаек. В общем, все как должно быть. Когда не хочешь тащить с собой все прибамбасы. Так, вот положили муку с солью. Добавляем с собой все прибамбасы. Режем лук. Меленько нарезаем лук. Переворачиваем в каждый кусочек. На пенечке удобнее. Самое вкусное охотничье рыбацкое блюдо. Жареная щука. В сковородке на костре. Самое главное, что она свежая. Свежая. Всем приятного аппетита. Решил я не дожидаться Анютку. И без нее проверить, кто у нас тут сидит. Ух ты. Ух ты. Приятно тянется как. Прям так приятно. Все равно жица нет. Все равно сюда идти. Идет хорошо. Ух ты. Дергает. Ух ты. Ух ты. Как он меня дергает. На лимчик. Вот такой вот, друзья. Ух ты. Вот так ты хвостиком. Да-да-да-да-да-да-да-да. Хвостиком вот так вот. Ну вот такой попался. Хороший танцовщик. На лимчик танцовщик. Отлично. Вечерний закат. На дворе уже около 7 часов вечера. Сегодня прям такой действительно чувствуется весенний вечер. Весенний день. Солнце пекло так, что я же загорел. Лицо красное. И тучки такие. Закат. Пора отдыхать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...